Для меня мосфильм, наверное, это детство, это мечта, но это вот в то время. А сейчас, наверное, это часть жизни, это мои воспоминания, это великие люди, с которыми мне посчастливилось работать или просто быть знакомой. Это трепет, который я до сих пор испытываю, когда переступаю порог вот этой вот проходной. Потому что только в кино могут сбываться мечты, только в кино может быть монтаж и слез в счастье, и счастье в слезы. Элегантно и грациозно, талантливо и успешно. Повзрослели ее героини, но она все та же, юная, то дерзкая, то застенчивая, с горящими глазами Ольга Кабо. Сегодня, прогуливаясь по любимому мосфильму, Ольга вспоминает свои первые роли и мастерские режиссера Сергея Бондарчука. Делится секретами, как звучит и чем пахнет кино. И рассказывает о том, какая она, ее Москва. Для меня с детства это была такая фабрика грез. И это было в 1983 году. Я первый раз сюда пришла и была несказанно счастлива, что я вот в этом вот каком-то магическом и сказочном месте. Здесь практически ничего не изменилось. Ну, может быть, надпись «Мосфильм» была большими буквами и как-то по-другому располагалась. Но бюро пропусков совершенно не изменилось. И вот это вот расстояние, которое нужно было пройти до бюро пропусков, это, знаете, я как пытливый следователь смотрела, кто идет. Мне так хотелось увидеть кого-то из звезд. Я приходила домой и рассказывала маме, что я сегодня увидела Вячеслава Тихонова. Это проходное, знаете, место слез и радости. Потому что заходили всегда сюда с таким повышенным сердцебиением, ускоренным. Вставали в очередь, предъявляли паспорт. И нужно было получить пропуск. Говорила название фильма. И уже, значит, сердце такое обливалось каким-то теплом и надеждой. Ну, а потом, если, допустим, что-то происходило не так счастливо, как бы хотелось, не так успешно, то, конечно, выходила отсюда с рыданиями и чувствовала себя просто очень-очень несчастно. Тогда, в советские времена, ассистенты режиссера входили по театральным вузам, выискивали молодые таланты. И выискивали на первом, на втором, на третьем, на четвертом курсе. Поэтому здесь всегда было огромное количество молодежи, которые приходили испытать свою судьбу, наверное. Но вот этот путь от остановки до бюро пропусков – это что-то особенное, потому что здесь уже ты была прям вот на прямой линии к своей мечте. И первые разы, когда я сюда приходила, не могли найти фамилию, потому что она вроде короткая – Кабо, но с другой стороны – Кабо, Кабе, Кабу. В общем, все время меня путали. Это было тоже очень грустно. Но я внутри себя ощущала, что все равно когда-то эту фамилию запомнят. Мы брали пропуск и с потевшими ладошками шли на кинопробу. Сейчас мы подошли уже непосредственно ко входу, куда обычно проходили для того, чтобы знакомиться с режиссерами. И вот это было место встречи. Сейчас здесь электронные часы. Раньше это были механические часы, такие большие, круглые. Если я приходила раньше и часы показывали, что у меня есть свободное время, то я шла в этот скверик. Скверик очень изменился, потому что раньше были просто лавочки, соели урны. А сейчас-то сквер именно моего учителя Сергея Федоровича Бондарчука. Он вел курс вместе со своей замечательной супругой, с Ириной Константиновной, с Копцевой. И, конечно, эти годы, в Гиковске четыре года, они такие абсолютно счастье, погружение в профессию. После вот такого учителя уже ничего не страшно, потому что он преподавал нам не только актерское мастерство. У нас были какие-то уроки жизни, как выстоять в этой профессии, как не потерять себя, как верить в себя. Ну, а вот сейчас мы уже непосредственно на киностудии Мосфильм. Здесь ничего не изменилось. Мне кажется, даже цвет краски остался тот же. И главное, тот же аромат кино. Это смесь кинематографических дымов, пыли, грима. Ну, он такой немножко пряный для меня, но запах детства такой. Те же стены, та же плитка. А вот это вот фотография со съемок фильма «Дюймовочка». Моя дочка сыграла свою первую в кино роль, играла «Дюймовочку» в фильме Леонида Алексеевича Дечаева. В общем, сюда я приходила уже со своей дочкой и чувствовала себя мамой артистки. Таня артисткой не стала, но все равно прошла вот этот вот опыт и попробовала себя и в этой профессии тоже. Был такой телепавильон на Мосфильме. Здесь проходили кинопробы и фотопробы. Сейчас ты приходишь на кастинг. Тебя помещают в какую-то, ну, чаще всего, какую-то трапестную комнату без света, без всего. Твой на мобильный телефон записывают твою кинопробу. А раньше все было совершенно по-другому. Ставили специальный свет, делали даже специальные декорации для того, чтобы артист попал в атмосферу того фильма, в котором, может быть, он будет сниматься. Вот мы сейчас проходим мимо камер. Я вспомнила, что раньше, когда на съемочной площадке режиссер говорил о своей магическом команде «Мотор» начали, в тишине раздавался стрек от камер такой. Это крутилась бобина, потому что не было цифровых камер. И поэтому кино, оно еще для меня ассоциируется вот с этим вот звуком. То есть никогда не было идеальной тишины. Вот этот вот первый павильон Мосфильма навсегда связан с именем моего учителя Сергея Федоровича Бондарчука. Именно сюда он привел нас 1 сентября 1985 года весь курс своих новых студентов для того, чтобы мы ощутили эту атмосферу съемочного процесса. В павильоне всегда стояла тишина, магическая тишина. Даже было слышно, как Сергей Федорович дышит. Он всегда очень как-то громко дышал. Он уже был в гриме Бориса Годунова. И это вот эта значимость, что мы вдруг причастны к такому историческому процессу. Это было, ну, вот я не могу вспомнить, что я ощущала, но от страха до восторга что-то. Он никогда не относился к нам свысока. Мы были его студентами, и для него мы были на одном уровне. Понятно, что мы многого не знали, что нам многому предстояло только научиться. Но он как-то вот нас за руку вот так вот брал и приближал к себе, к своему уровню знаний, к своему уровню вообще ощущения себя в этой профессии. Я когда сюда приезжаю, в этот первый павильон, всегда я становлюсь немножко ниже ростом и юнее, потому что я все время ощущаю ту себя, которая была много-много лет назад, пришла сюда и еще не понимала, как сложится жизнь, что будет в этой жизни. Мы все знаем, что Москва слезам не верит. А еще Москва очень помнит своих героев. И для меня очень тепло на сердце, когда я узнала, что, оказывается, москвичи, просто такие жители Москвы, как и я, голосовали за то, как называть новые улицы, которые появляются в городе. И прямо до слез, когда я прочитала, что москвичи проголосовали за то, чтобы улицы назывались именами тех, кто сделал много для нашего кинематографа. Конечно, это и Сергей Федорович Бондарчук, и Алексей Владимирович Баталов, Олег Иванович Янковский, Олег Павлович Табаков, и замечательный режиссер Гайдай, и Василий Семенович Лонобой. В общем, это же здорово, что те люди, которые творили для Москвы, они потом обрели какой-то уголок памяти. Мы сейчас идем по Воробьевым горам. Это абсолютное место детства. Здесь мы гуляли с моей мамой. Там внизу нескучный сад, набережная реки Москвы. Справа университет. Я была маленькая, мама мне всегда говорила, ты должна учиться в университете. Вы знаете, то ли потому, что я знала, что мне нужно учиться в университете с детства, я получила второе образование, закончила МГУ, исторический факультет отделения истории искусства. Я родилась в Москве. Москва, конечно, это мое детство. Это мои корни. Я не представляю своей жизни без этого города. Он безумно энергичный. Мне кажется, что Москва – это город победителей. Для того, чтобы побеждать, нужны силы. И именно наша столица меня этими силами награждает, одаривает. И мне кажется, что если бы я родилась в каком-то другом городе, то я бы не состоялась как актриса, как человек, как личность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова